Сегодня в Доме здоровья Минспорта Республики в 49-й раз был дан старт традиционным соревнованием юных пловцов в спортивные горизонты. Вместе с хозяевами голубых дорожек награды гостели радиокомпании «Чувашия» оспаривают их сверстники из Москвы, Нижегородской и Ульяновской областей, а также Республик Мариэл и Татарстан. Полноправным участником соревнований стал и мой коллега Вячеслав Ильин. Полувековой юбилей Чебоксарской школы плавания решено было отметить заплывом ветеранов. После церемонии открытия был дан старт вип-заплыву, участие в котором приняли организаторы первых соревнований, а также победители и призеры спортивных горизонтов разных лет. 33 года тому назад я тоже участвовала на этих соревнованиях. Это были первые соревнования у меня в моей карьере плавательной. Ну, в принципе, все круто, все клево. Желаю участникам соревнований достичь высоких спортивных достижений. Спасибо! Под аплодисменты юных коллег специальной призы участникам заплыва выручила директор ГТРК «Чуваша» Екатерина Конюка и президент Республиканской Федерации плавания Игорь Воронов. Эти соревнования про лицо являются главным праздником для наших детей, нашей школы. И даже я участвовал и побеждал на этих соревнованиях в 75-м году. И я надеюсь, что в дальнейшем при поддержке Минспорта и ГТРК «Чуваша» мы будем дальше развивать это все. Первый комплект наград был разыгран у девочек 11 лет на дистанции 50 метров к ролям на спине. Лучший результат показала хозяйка соревнований ученицы 4-го класса 38-й столичной школы Анна Алигер. Время воспитанницы Елены Вязовой 33,19 секунды. Это новый рекорд соревнований. Я была уверена в своей победе. Я плыву 50 спину, которую я уже пропула, 50 бат и 100 комплексов, конечно. Исключая эстафет. И все на золото рассчитываешь? Да. Всего же в течение трех дней юные пловцы в двух возрастных группах разыграют 24 комплекта наград. Ну а победитель общекомандного зачета станет известен в пятницу, 16 февраля. Вячеслав Ильин, Вадим Владимирович.